Трасса 101 Приветствую в эфире Трасса 101 Владимир Сметанин не нарушает почти Ведущие зарубежные поставщики автомобильных комплектующих приостановили сотрудничество с Россией Речь идет в том числе о компании Бош В качестве главных причин разрыва отношений называются обрушение курса рубля и проблемы с доставкой Запасов запчастей, говорят российские дилеры, хватит на неделю-две Затем начнется дефицит В первую очередь это коснется наиболее востребованных автотоваров Воздушных и масляных фильтров, тормозных колодок и дисков, амортизаторов и других элементов подвески Трасса 101 Автоваз пошел на беспрецедентное разовое повышение цен на свою продукцию Лада Гранта в начальной комплектации 1 марта подорожала на 86 тысяч рублей Теперь вместо 600 тысяч она стоит 685 Цена базовой Лады Весты улетела за отметку в 1 миллион рублей 1 миллион 33 тысячи это одномоментно плюс 170 тысяч Голые X-Ray, Largus, Niva Travel теперь тоже стоят более 1 миллиона Тускловато на их фоне смотрится трехдверка Niva Legend Немногим менее 800 тысяч рублей Топовые комплектации некоторых моделей подорожали на четверть миллиона Трасса 101 Российским водителям предложили выбрать самые полезные на их взгляд автомобильные опции Опрос организовало агентство Автостад Наибольшее количество голосов набрали приспособления, которые используются в автомобилестроении уже много десятилетий Это усилитель руля, подушки безопасности, автоматическая коробка передач Также в список наиболее востребованных функций вошли АБС, климат-контроль, система курсовой устойчивости и подогрев сидений Трасса 101 В Москве в этом году собираются построить несколько сотен зарядных станций для электромобилей Что любопытно, все они будут бесплатными Это установки двух типов, если говорить просто помедленней и побыстрей Последняя, мощностью 50 кВт-часов, способна зарядить электрокар менее чем за полчаса Сейчас в столице в рамках правительственной программы действует почти 100 бесплатных зарядок для зеленых авто Москва, добавлю, относится к регионам, где отменен транспортный налог для владельцев электромобилей Трасса 101 А Volkswagen объявил о планах по выпуску еще одного электромобиля Серийное производство компактного кроссовера ID.2 должно стартовать в ближайшие 2-3 года Это электрокар для небогатых, говорят немцы Он будет лишен таких наворотов, как выдвижные ручки и камеры кругового обзора Ценник около 20 тысяч евро Авто получит 234-сильный электромотор, запас хода до 400 километров На этом все, вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова Подписывайтесь на наш телеграм-канал Трасса 101 До свидания Трасса 101 Субтитры создавал DimaTorzok